Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, здравствуйте! Начинаем толкование чтения книги пророка Осии, головы 14 с порталом экзегет.ру. Итак, дорогие друзья, мы с вами уже прочитали, прокомментировали почти всю книгу пророка Осии. Это было серьезное, это было глубокое, это было чтение полное настоящего травматизма, потому что мы снова и снова встречались с очень необычным, очень нестандартным, нетипичным образом Бога, который показывает нам книга пророка Осии. Этот Бог, как мы и привыкли о нем думать, его понимать, очень часто испытывает сожаление, милость, раскаяние, желает помиловать тех, кто хотя бы проявляет малейшие движения покаяния и раскаяния. Однако этот Бог также обещает и реализует то наказание, которое заслуживает Израиль, Северное Царство, в дальнейшем Южное Царство, за свои нарушения Божьего Закона, Божьих Правил, того, как должны жить люди, семьи и народы, и государства. В чем же эти вины, в чем же эти преступления состоят? Но сам Осия рассказывает нам то, что Богу не нравится в его народе, в жизни его народа. Это и культовые разные безобразия, и хананские практики, и прочие религиозные прегрешения. Но мы скажем, а что в этом такого? Подумаешь, какая Богу разница, какая Богу важность, как его почитают в образе ли ваала, камня, какого-то духовного существа? В чем Богу от этого, какая разница вообще Богу, как его почитают? Однако сам Осия, сам Бог объясняет, в чем порочность, в чем неправильность, в чем неправедность язычества. А в том, что бок о бок с языческими практиками, религиозными, культовыми, идут ужасные явления в жизни семейной и социальной. Эксплуатация, обнищание низов, принесение в жертву своих детей, половая распущенность, распад семей, бесплодие и прочие нехорошие вещи. Вот чтобы не было с вами у Израиля такого, второго, да, социально тяжелого, проблематичного, ранящего, «Хорошо бы, чтобы у вас не было и культов в безобразии», и эту мысль пытается нам донести автор читаемого сочинения. Сегодня мы заканчиваем чтение книги пророка Осии и толкование его текста. Читаем главу 14. Стих 1. «Самария понесет наказание, потому что восстала против Бога своего, они от меча падут, их младенцы будут изрублены на куски, у беременных будут вспороты животы». И вот Осия в своем репертуаре дает нам настоящие шокирующие нас, настоящие кровожадные образы того, в чем будет состоять наказание и кара. И мы читаем про несчастную участь младенцев, беременных женщин и прочие нехорошие вещи. Стих 1 продолжает нам описание того, что было уже указано, изложено в конце главы 13, того, в чем будет состоять по факту завоевание Израиля о Сирии. Напомню, что «Самария» в стихе 1 – это есть обозначение северного царства, северных колен. «Самария» равно Израиль, равно Иаков, равно северные колена. Ну, да, шокирует, да, ужасное все это, но, как надо понимать, этот стих, стих очень печальный и тревожный, это есть реальное описание настоящей войны. Вот так вот, дорогие друзья, все войны до сегодняшнего дня и обстоят, потому что до сегодняшнего дня падают с неба бомбы, работает артиллерия, используются до сегодняшнего дня ядовитые газы, и самыми уязвимыми жертвами любой войны – это вот есть те, кто указан в этом стихе. Младенцы, женщины, дети и так далее. Напомню, что большинство погибших во Второй мировой войне – это были как раз не солдаты, не воины, это было мирное население, страдавшее от голода, страдавшее от оккупации, от бомб, бомбардировок, от блокады и так далее. Вот и все это нам очень реалистично показывает и рассказывает именно Библия, без какого-то голливудского героизма, какого-то украшательского, украшательства того, что есть война. Вот так все и будет. Будет завоевание, придет враг, и все бесполезное, какая польза от младенцев или беременных женщин, все будет уничтожено. Стих 2. «Вернись, Израиль, Господу Богу твоему, ведь ты упал из-за своих злодеяний». Вот «вернись, Израиль» – это есть очень сильное выражение, описывающее нам, что есть покаяние, раскаяние. Мы шли с Богом рука об руку, были или его сыном, как нам дает такую метафору книга Порока Осии, либо даже возлюбленной невестой Бога, и мы потом потерялись, заблудились, и все, что нам надо сделать в ситуации этого заблуждения, этой потери своего местоположения – вернуться обратно. И Бог предлагает «вот сейчас вернись обратно, Израиль, раскайся». И ниже описывается то, как представляет Бог раскаяние, покаяние Израиля. «Запаситесь словами и вернитесь к Господу. Так скажите ему, ты прощаешь всякое злодеяние, так прими же и наше добро, мы принесем тебе в жертву быков по нашему обету». Каждое покаяние нуждается, и Библия это подтверждает, в каком-то ритуальном внешнем выражении. То же самое здесь. «Ты прощаешь злодеяние всякое, прими же и наше добро». Какое добро? Плоды, или точнее, внешнее проявление этого самого раскаяния принесем тебе в жертву быков. И вот это вот культовое обрамление, храмовое проявление этого покаяния подтверждается как закономерное главой. 14 стихом 3 книги пророка Усия. «Ассирия не спасет нас, мы не будем садиться на коней и не назовем больше нашим Богом то, что мы сами изготовили. У тебя найдет милосердие сирота». Это стих 4. Ну, здесь Израиль понимает тебя так, как Бог хотел бы, чтобы Израиль понимал себя. «Я твой сын, покуда я с тобой, я являюсь под твоей защитой, под твоим покровом. Когда я без тебя и делаю дела противные тебе, тут указано два этих дела, то я оказываюсь сиротой. А ты, Бог, ты же о сиротах заботишься, подзаботься и о мне, раскаивающемся сироте». Какие дела плохие здесь, в этом стихе, сирота, живущий без Бога, от Бога отпадший, делает? Ну, два дела. Во-первых, это военные разные активности, союзы с Ассирией и прочая внешнеполитическая активность. Это оценивается пророками, как правило, негативно, потому что пророки как будто бы знают, чем это однажды закончится. Вы думаете, что вы будете сильнее с Ассирией, но нет, она однажды вас завоюет. И второе, тут сказано, что мы не будем поклоняться тому, кого мы сами изготавливаем, изготовили. То есть, Израиль как будто бы ручается, что идолопоклонство не будет частью его жития. И вот дальше, на монолог, в ответ на слова кающегося Израиля, Бог отвечает, стих 5. И вот берутся образы из окружающего мира, большие деревья, дающие влагу, дающие такую ценную воду для почвы. Роса, лилия и прочие разные образы берутся, чтобы описать весну новых, возрожденных, очищенных отношений между Богом и Израилем. Бог прощает Израиля, Бог дает ему освобождение, Бог спасает Израиля. Израиль и начинается весенняя пора в их отношениях. Разойдутся повсюду его побеги. Он будет прекрасен, как олива, будет благоухать, как деревья Ливана. Сравнивается Израиль в этом стихе, стихе 7, с оливковой рощей, с кедрами ливанскими, с чем-то долговечным, дающим радость, дающим благосостояние, богатство и так далее. «Вернутся те, кто обитал под его сенью, и вырастят хлеб. Они зацветут, как лоза, его слава, как вино Ливана». Даются в стихе 8 обещания о том, что однажды будет после плена и возвращение. Это будет начало новых взаимоотношений между Богом и Его народом, когда будет все, что вроде бы потеряно раз и навсегда. Будет оливковые рощи, будет лоза виноградная, будет хлеб, а значит, будет нормальная, хорошая, такая спокойная жизнь в Божьей земле, земле Израиль. Напомню, что оливки, вино и зерно, хлеб – это, вообще-то говоря, основа всего древнего рациона, всего питания. Это был неплохой рацион, потому что это есть и рацион уравновешенный, и здоровый, и полный витаминами. «Что общего у меня?» – это Божьи слова с идолами. «О, Ефрем, я отзовусь и обращу на него взор мой. Я, как зеленеющий кипарис, я принесу тебе плоды. Бог отзовется. Я отзовусь и обращу на него взор мой. Бог о себе возвещает. И я буду для тебя, как зеленеющий, высокий, надежный кипарис». Если в главе 13, когда описываются проявления Божьего гнева, Бог сравнивается с львом, с медведицей, с леопардом, даются очень-таки тяжелые, мрачные метафоры Бога, то здесь Бог оказывается чем-то совершенно благим и безопасным, дающим и тень, и утешение, и негу, роса, кипарис. И прочие хорошие образы тут используются, имеются в виду. «Кто умен, пусть постигнет это, кто мудр, пусть узнает. Прямы пути Господни, праведники пойдут по ним, а нечестивцы падут». Как пишут комментаторы, разные ученые, это есть последняя, точнее, поздняя приписка к книге пророка Усии. Оканчивается книга такими словами на самом деле. «Бог есть зеленеющий кипарис, и он принесет тебе, Израиль, плоды». А стих 10, это есть такая более поздняя приписка к каким-то переписчикам, который дает какой-то такой, понимаете, моральный вывод, моральное рассуждение над прочитанными стихами. Он рассуждает в категориях гораздо более поздней литературы премудрости, где было учение о двух путях. Путь грешника и путь праведника. Путь полной опасности, угроз, полной неожиданными какими-то несчастьями. И путь благой, добрый, надежный, где Бог является спутником каждого путешествующего человека. И вот этот вот неизвестный нам переписчик, он приписал эту фразу, рассуждая о том, что жить с Богом, правильно прочитать, сделать нужные выводы из книги пророка Усии, есть условия того, что ты будешь жить, идя по правильной дороге, идя по правильному пути. И вот этим рассуждением, рассуждением таким богословским, связанным с этикой, с нормами жизни человека, оканчивается книга пророка Усии. Завершая наш обзор, наше толкование книги пророка Усии, скажем еще раз одну очень важную вещь. Что есть книга пророка Усии? Две вещи. Во-первых, это есть призыв Бога, обращенный к Израилю перед грядущей катастрофой, завоеванием со стороны Ассирии. Во-вторых, это есть традиция, в которой в последующие века осмысляется, богословски описывается, как-то вот рассуждается теологически то, что было в истории Израиля, а именно падение Северного царства Самарии и падение Южного царства Иерусалима. И вот книга пророка Усии есть одновременно и предсказание пророчества о грядущем плении и завоевании, и одновременно есть рассуждение, почему это было, что из этого надо нам, какой урок нам нужно из всего этого вывести, и в дальнейшем, как нам жить, учитывая вынесенный урок. Дорогие братья и сестры, закончили чтение книги пророка Усии с порталом exeget.ru. Спасибо за внимание.